Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа События недели. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в 54-й сессии Народного собрания. Основным докладчиком перед парламентариями выступил министр внутренних дел Республики Владимир Нефёдов, на что обратил внимание руководитель правоохранительной службы и какие ещё вопросы были рассмотрены в сюжете Артура Мхце. Начало внеочередной сессии регионального парламента было посвящено памяти жертв теракта в подмосковном Крокус-Сити, после чего перед руководством Карачаева Черкесии депутатами выступил министр внутренних дел Республики Владимир Нефёдов. К слову, для него это первый подобный отчёт в должности министра. Начал руководитель ведомства с рассказа о работе стражи порядка во время выборов президента России. Затем он привёл статистические данные по разным видам правонарушений за 2023 год. Профессионализм сотрудникам нашего министерства и принятые комплексные меры позволили сдержать криминальную активность. Зарегистрировано 4456 преступлений. Произошло снижение преступлений средней и небольшой тяжести, меньше совершено изнасилований, краж, грабежей, разбойных нападений, хулиганств, угонов автотранспортных средств, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотиков. В то же время возросло количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, умышленных убийств, мошенничеств, в том числе и в сфере IT. Более детально остановился руководитель ведомства на преступлениях в сфере высоких технологий и необходимости информирования населения о том, какие методы применяют злоумышленники. Коснулся Владимир Нефёдов и преступлений, связанных с бездомными животными и домашней живностью, которая по вине хозяев становится причиной дорожных происшествий. В завершение министр попросил депутатов обратить внимание на усовершенствование системы фиксации нарушений на улицах. Глава Карачаева-Черкесии поблагодарил докладчика за подробный отчёт и заметное улучшение работы ведомства по многим направлениям. Рекомендовал ещё больше внимания уделять профилактике и раскрытию преступлений, а также согласился с необходимостью обновления системы наблюдения. В апреле завершает работу нынешний состав региональной общественной палаты. И депутатам Народного собрания предстояло утвердить 12 из 24 общественников. Характеристики на каждого кандидата были представлены парламентариям для ознакомления. В конце апреля, в начале мая приступит к своей работе пятый созыв общественной палаты Карачаева-Черкесской республики. Мы надеемся, что члены общественной палаты, которых изберут в пятый созыв, будут такими же энергичными, активными, неравнодушными гражданами. Ещё дюжину общественников ранее утвердил глава республики. Артур Махце, Али Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. На этой неделе проводили в последний путь начальника Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Цзираева, заслуженного спасателя Российской Федерации Андрея Мозгова. Более 30 лет он посвятил мужественной профессии спасателя. За годы работы Андрей Анатольевич прошёл путь отрядового спасателя до спасателя международного класса. Он трижды завоёвывал титул чемпиона России по пятиборью спасателя МЧС России. В 2016 году был удостоен звания «Заслуженный спасатель России». На церемонии прощания соболезнования от имени главы республики Рашида Тимрезова родным и близким Андрея Мозгова передал мэр Черкеска Алексей Баскаев о заслуженном и мужественном человеке Мадина Каракетова. С ним интересно было беседовать. Интервью Андрея Мозгова всегда были яркими. Он умел переносить собеседников в самую гущу событий. А их в жизни Андрея было множество. Андрей Мозгов посвятил одной из самых мужественных профессий спасателя более 30 лет. Пришёл в профессию случайно, только что отслужившего в армии, но ещё не решившего, с чем будет заниматься. Дальше молодого человека, друг семьи Валерий Цзираев, позвал спасателей. В интервью он не раз говорил, что это профессия и стала его судьбой, его выбором, о котором Андрей Мозгов ни разу не пожалел. За 30 лет он принял участие в сотнях спасательных операциях разной сложности, в которых были спасены десятки жизней. Это Ибуденовск, когда Басаев захватывал больницу. Это Каспийск, когда взорвали девятиэтажный дом. Более 120 человек погибло. Это наш самолёт, который в пригороды Черкесского упал тоже. Очень много погибших. Это, безусловно, наводнение на территории Северного Кавказа, и в том числе в Карачаево-Черкесии. Это не одна участие, в том числе совместно с сотрудниками силовых структур в операциях по ликвидации незаконных бандформирований. Естественно, каждая из них какой-то определённый отпечаток накладывала и где-то давала толчок к совершенствованию своих навыков. Каждый такой выезд – это настоящее психологическое испытание для спасателя. Ведь они первыми принимают удар на себя, первыми соприкасаются со смертью и человеческим горем. Одним из самых, наверное, главных факторов результативности проведения любой спасательной операции безусловно является время. Время с момента получения травмы потенциальным пострадавшим и промежуток времени до того момента, как ему будет оказана первая, ну а потом уже впоследствии врачебная помощь. За время работы Андрей Мозгов прошёл путь от рядового спасателя до спасателя международного класса. Награждён множество раз, в том числе и медалью за спасение погибавших. Орденом мужества за проведение спасательных работ в ходе ведения боевых действий в 2006 году. Ему было присвоено звание «Заслуженный спасатель России». С особой гордостью Андрей Мозгов рассказывал об успехах своих коллег. Безусловное доказательство профессионализма спасателей Карачаева Черкесии сегодня уже было освящено трёхкратное чемпионство на соревнованиях спасателей. По итогам деятельности 2012 года отряд был признан лучшим в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Награждён кубком за доблесть и высокий профессионализм при спасении людей. В 2014 году аналогичный кубок был получен из рук начальника Северокавказского регионального центра МЧС России. По итогам 2014 года спасатель международного класса Дмитрий Гераченко признан лучшим спасателем МЧС России. Андрей Мозгов считал честью работать плечом к плечу с такими замечательными людьми, с его коллегами. Его любили, уважали, к нему прислушивались. И скоропостижный уход Андрея Мозгова стал ударом не только для родных, но и для коллег и всех, кто его знал. Десятки людей пришли проводить заслуженного спасателя России в его последний путь. Слова соболезнования от имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова выразил семье и близким Андрея Мозгова мэр Черкесска Алексей Баскаев. Его уважали сослуживцы и коллеги. Сотни соотечественников не только в Карачаево-Черкесии, но и в разных уголках нашей необъятной страны выражали Андрею Анатольевичу благодарность за спасение родных и близких. За отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных ситуациях, условиях, Андрею Мозгову было присвоено звание заслуженный спасатель Российской Федерации. За участие в спасательных работах в ходе ведения боевых действий был награжден Орденом Мужества. Но главной наградой, по его собственному признанию, для него была каждая спасенная жизнь. И всегда Андрей Анатольевич настаивал на том, что оценка его труда – это не только его заслуга, но и всего отряда в целом, людей, с которыми он служил, лечом к лечу. Начальник главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко зачитал семье и близким Андрею Мозгову слова соболезнования министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова. От себя хочу сказать, что Андрей Анатольевич был не только нашим старшим братом, лично моим другом. Для меня это лично большая потеря, большая утрата. Он всегда подсказывал, направлял, советовал, сколько правильные, благие дела и благие намерения. Говоря об Андрея Мозгове, присутствующие отмечали его грамотность как руководителя. Чуткость к потребностям коллег отмечали большой личный вклад в дело совершенствования аварийно-спасательной службы МЧС России. Андрея Мозгова забрала онкология. Ему было 53 года. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Успехи, недоработки и планы на будущее. В Абазинском районе подвели итоги деятельности за 2023 год. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробности у Али Баташева. Первой по активности обсуждения жителями района в соцсетях стала тема дорожного хозяйства. Реконструкция и ремонт дороги Заул-Эльбурган-Ваул-Кубинов была начата три года назад. На сегодняшний день мы проложили около 12 километров асфальта. Данная дорога является четвертой категорией. При присвоении четвертой категории ширина полосы асфальтно-бетонного покрытия 6 метров, сама 10-метровая. В общем, вся дорога, весь участок дороги занимает 23 километра. Завершен капитальный ремонт средних школ. У Лапсыша-Аула Кубина. Созданы парковые зоны в Анжачукунском и Псышском сельских поселениях. Одним из приоритетных направлений деятельности администрации стала поддержка участников СВО и членов их семей. Глава Абазинского района Руслан Кужев в своем докладе отразил все направления деятельности района администрации. Экономику, здравоохранение, образование, культуру, социальную сферу и сельское хозяйство. Я считаю, что годы отработали удовлетворительно. Будем стараться, проблем много. Где-то и водоснабжение, где-то практически завершено, где-то частично, где-то еще много работы. Но мы делаем проекты, смыты. Стараемся участвовать на всех федеральных программах. В этом году мы заявились на практически около 300 миллионов на столько видов работ по комплексному развитию сельских территорий. Ждем результатов отбора. Очень емкий был доклад по всем направлениям, в котором мы участвуем. Это и по транспорту, и обеспечению безопасности, и в развитии энергетики, и промышленности. У нас тесное взаимодействие. Сегодня мы увидели, что работа по итогам прошлого года была депутатами высоко оценена. Ну, соответственно, план на 2024 год синхронизированный с нашим министерством. Будем, безусловно, двигаться в этом направлении дальше. В целом, объем финансирования национальных и региональных проектов в 2023 году составил порядка 31,5 миллионов рублей. Объем собственных доходов Абазинского района свыше 90 миллионов, что составило 102,6%. Али Баташев, Фатима Хунова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Нужно становиться научно просвещенным человеком, но, безусловно, и обязательно оставаться горцем, писал поэт-художник и просветитель Ислам Крымшамхалов. И всегда Ислам Пашаевич выступал поборником прав кавказских народов, радея за своих земляков. 14-я церемония награждения старейшей общественной наградой Карачаи и Балкарии, медалью Исламбия Крымшамхалова, собрала гостей из трех субъектов в его доме, а ныне музее в Тиберде. Об удивительном человеке, сыгравшем огромную роль в истории своего этноса, в специальном репортаже Алла Динаева. Тибердинский период жизни поэта, художника и просветителя Ислама Крымшамхалова самый интересный и плодотворный как в общественной деятельности, так и в творческой. Он снискал себе славу как неустанного защитника интересов горских народов, их нрава, быта, культуры, истории. И благодарные потомки уже в 15-й раз собрались на знаменательное мероприятие на 14-й церемонию награждения медалями Исламбия Крымшамхалова в его доме в Тиберде. На протяжении 15 лет это мероприятие проходит под эгидой Карачаево-Черкесского государственного музея, Карачаево-Черкесского государственного университета и Карачаевского научного исследовательского института. За этот промежуток времени лауреатами медали Крымшамхалова стали достойные, известные в обществе люди. И сегодня мы собрались наградить таких же достойных, известных людей, которые унесли вклад в культуру, в искусство, в науку. И я надеюсь, что через год, через пять и через десять мы с вами в здравии, в таком же составе сможем здесь встретиться и наградить еще достойных лауреатов. Значильная часть сегодняшней аудитории – наши старые знакомые, наши добрые коллеги, наши замечательные помощники. Есть у нас сегодня и те, которые здесь впервые присутствуют. И для наших друзей, наших гостей, которые здесь впервые, я хотел бы лишь, с вашего позволения, обозначить несколько моментов. Первый момент, он касается того места, где мы сейчас находимся. Дом – это из усадьбы. Усадьба включала в себя этот дом, гостевой, сказать, и другой, где они жили, сейчас его нету. Который принадлежал Хармшамхалову, сламу Хасан Пашаевичу, сокращенно Пашаевичу говорим мы, известному деятелю Северного Кавказа. В свое время он входил в когорту тех, кто создавал этот курорт. Самый высококурорт в Российской империи, который в 1883 году начинался, зачинался деятелями местной интеллигенции, местных служебных людей, местными военачальниками. Сегодня такая дата, большая, значительная. За эти годы можно было бы и какие-то найти недостатки в этой личности, и какие-то его общественные позиции, что-то. Но он был идеальный человек во всех ипостасях. Посмотри, как художник. Он начинал все с нуля. Не было для него никаких примеров профессионализма. Вот его роман «Там и здесь» о петербургской жизни и сравнении с тем, что у нас на Кавказе, это был первый карачаево-балкарский роман, отрывок из которого было напечатано. Но я что хочу сказать. Первая его публикация была сделана, я считаю, человеком мужественным, антологией карачаевской поэзии. Еще в 60-е годы, когда мы только вернулись, когда слово Крымшамхала было под запретом. Потом вышла замечательная книга Зинхары Буташевой «Озарение души». За личный вклад в разработку и реализацию образцового проекта восстановления и инсценировки исторических песен карачаево-балкарского народа обладателем медали стал Тахир Гузиев. «Жаным кучаклайгы мінги таууму. Этеме уппамен, сыйлы этеген, түзні сайласа да таудады таулу, мінда жырхауа да болады еркен. Алқын мен айтырма жыртха жырыммы, сөзі жаз болырлай, болырлайын жай, ковысті еклеблі ісэм каныммы, харсы мақамы да болыр, малкар карачай». За просветительский труд в серии популяризации традиционной национальной культуры карачаево-балкарии и очерк «Альбом, шагающий над облаками» награду удостоился Шарафаддин Узденов. За ту оценку моего труда. Спасибо вам большое. За умелое отображение темы депортации карачаевского народа в двух видах авторского творчества – архитектуре и художественной литературе – медаль вручили Султану Айбазову. Хотел бы выразить свое признание оргкомитету за предоставленную мне награду. Большое вам спасибо. За успешное завершение цикла монографий, освещающих тематику депортации и возрождения Балкарии, Хаджимурата Сабанчиева наградили медалью. Все свои помыслы и дела Ислан Пашаевич направлял на благо своего родного народа. Быть лауреатом премии его имени – это очень почетно, престижно и обязывает ко многому. И в дальнейшей работе помогает его творчество. Те вопросы, те проблемы, которые он поднимал, они созвучны с теми проблемами, которые волновали великих русских писателей. За актерский и организаторский вклад в яркий творческий опыт. Первую в театральной истории Балкарии профессиональную постановку спектакля из цикла «Шекспириада» медаль вручили директору Балкарского государственного драматического театра Маджиту Жангуразову. Хотел бы себя вместе с вами поздравить, что мы являемся соплеменниками вот такого великого человека, как Ислам Пашаевич Шамхалов. За мастерство создания аутентичных образов карачаевцев в цикле художественных работ, посвященных жителям Северного Кавказа, княжеской медали удостоился фотохудожник Андрей Смольников. Если говорить о Карачае, то мое знакомство с ним началось в 2018 году. Я помню, как-то я увидел фильм, документальный фильм, где рассказывали про Олс-Халат. И настолько меня это тронуло, да, и мне захотелось там побывать. Я добрался до Аула, до этого я уже читал про него, да, знал историю этого Аула. Я приехал от Аул, нашел женщину Гагуеву Любовь Ильясовну, побывал у нее в гостях, послушал ее рассказы о жизни в Ауле до депортации, о жизни. В период депортации, о ее возвращении на родину, она мне показала свои старые фотографии. Большой, веселой семьи, в Ауле с Халат. А потом мы расстались, и я пошел погулять, побродить по улочкам Аула. И вы знаете, когда я бродил по этим улицам, да, вот, и оно внутри как-то, знаете, вот, все вот так разрывалось и переворачивалось. И, знаете, мне такая мысль пришла в голову, да, вот. Прошло много лет, да, с тех пор, когда там кипела жизнь. И вот так же светит солнце, так же растет трава, гуляют кони, поют птицы, а орлы в своем орлинном танце парят высоко в небе. Но вот только вокруг такая кричащая тишина и такая тихая грусть ушедшей жизни. За важный этнографический труд и следовательскую диалоги по традиционной пищевой культуре Карачаи и Балкарии медали Сламбия вручили Мадине Хаджиевой. Сламбашевич когда-то писал, родина моя, что я без тебя. Мы, исследователи, находимся в постоянном поиске. Такое глубоко национальное, нравственное отношение к истории и к себе. Я благодарю тех, кто продвинул в жизнь такой проект, как церемония вручения, дали имени Сламбия Шамхалова. За важный вклад в развитие национального литературоведения, монографическую работу, циклические структуры в Карачаево-Балкарской литературе наградили Аси Атата Биеву. За успешный опыт многожанрового воплощения образа Карачаево-Балкарского горца в книге «Колыбель. Земли моей» медаль вручили поэту-прозаику-публицисту Сергею Еремееву. Я говорю и пишу от сердца. И то, что написано в моих книгах, это в первую очередь о простых людях, о пастухах, об ученых, о чабанах, о людях, которые населяют Балкарию, населяют Карачаево. Здесь была затронута неоднократно тема переселения. Горькой страницей она вошла в историю карачаевцев, балкарцев, ингушей, чеченцев. Но ни один народ не сломился. Все вернулись на свою историческую родину и славными делами продолжают традиции ушедших поколений. За личный вклад в инициирование и практическую реализацию проекта сохранения памятников традиционного зодчества комплекса срупных сооружений Большого Карачаев награду Исламбея получил Иосиф Ежаев. Мне это очень приятно, честно говоря. Но эта медаль не только моя, это медаль моих друзей, моих соратников, с помощью которых проводим реставрацию единственной деревянной мельницы 19 века с земляной крышей. Мы считаем, что это единственная сохранившаяся мельница не только на Кавказе, но и в России. Такие только есть в Норвегии, и то это там новые новоделы. А также это медаль всех тех, кто нам помогал, помогал в сборах, чтобы реставрировать вот эту мельницу. Известный ученый Тамара Бетирова – заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии, заслуженный деятель культуры Ингушетии. Медали «Исламбия» она удостоилась 12 лет назад. И за эти годы мной написано много книг. Где-то вот сегодня привезла свою монографию, она 26-я по счету. И я думаю, что стимулом была эта награда тоже. Для меня вот эта общенациональная награда имени Ислама Крымшамхалова, она самая важная, самая главная. Потому что вот признание именем этого человека, это для меня, это признание всего народа, я считаю. В этом году в два раза больше номинантов. Естественно, от нас тоже человек 7 было, большая такая команда приехала, очень достойные номинанты. И со всех, и с Карачаевской стороны, и с Балкарской. У нас награждены были наши ребята, наши друзья. Это Сергей и Андрей, которые, не будучи балкарцами и карачаевцами, любят точно так же нашу родину, как и мы. И они сделали очень многое для нашей культуры. Хотела огромную свою благодарность выразить Рашиду Хатуеву, кандидату исторических наук, который очень многое сделал для поддержания фонда на таком высоком уровне. Очень строгие были требования разработаны, и они соблюдаются. Я иногда шучу, как в Нобелевском комитете. В завершении церемонии награждения председатель Международного наградного комитета Рашид Хатуев сделал заявление. Решен вопрос о передаче полномочия молодому поколению. Но за мной сохраняют высокий титул почетного председателя. Я буду работать плечом к плечу с нашим подрастающим поколением. Смена нужна. Никто не сказал, что я был нетерпеливый. 15 лет все-таки. Мы с чего начинали, скоплили. Поэтому надо уже и честь знать. Председатель, новый председатель, который, я сдаю, 106-летие он принимает. Директор Республиканского музея Ини Байчорова. Ханафий Борисович Хасанов. Любите жало. В принципе, за последние 15 лет это мероприятие сейчас остается единственной площадкой, на котором интеллектуальное сообщество наших двух соседних, а сейчас уже и третий, Старопольский край, трех субъектов федерации производит свой такой культурный обмен, если говорить чисто такими сухими дефинициями. Определять это так. Вот. Самое главное, что люди приходят сюда, они общаются. И в общении рождается много идей, которые позволяют решать те задачи, и задача у нас примерно общая во всех этих субъектах, мы с соседями. У кого лучше, у кого хуже, бывают решения, так учимся друг с другом. Это помогает. Рашид Топторович передает мне ответственность по комитету, по наградному комитету. Вот это сложно. Несмотря на то, что там есть члены комитета, комитет международный, есть несколько филиалов. В Турции есть филиал, у нас, соответственно, в Кабардино-Балкарии. Я надеюсь, что я буду стремиться максимально выполнять эту ответственность. Эта должность, она, наверное, будет сложнее всех. Что-либо, когда-либо мне проходилось занимать. При непосредственном участии ислама Крым-Шамхалова строились мосты, дороги, открывали школы. А если вернуться к тибердинскому периоду жизни просветителя, то стоит отметить, что тиберда начала осваиваться с того момента, когда ислам Крым-Шамхалов пишет письмо наместнику Северного Кавказа Воронцову Дашкову с просьбой, чтобы в тиберде разрешили строительство дачных домиков. Лично выбрав локацию неподалеку от очаровательного озера Харакёль, ислам Крым-Шамхалов построил дом с фигурными окнами, покатой крышей и ажурным крыльцом. И в этом тоже виден талант ислама как архитектора и художника. Ислам Пашаевич был радушным хозяином и часто принимал гостей и по сей день его гостевой дом принимает посетителей. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»